Настала пора прорубать окно не в Европу, а в Россию. Нерадужный вердикт. В отечественном кино мало отражается реальная повестка и зрителям незачем идти на сеанс. Это одна из причин неполных залов. Поднять интерес к фильмам несложно. Кино должно показывать и решать проблемы регионов, уверены эксперты. Снимается, допустим, даже тот же Левиафан, который трудно назвать с точки зрения смысла в каким-то социально желательным кино. Но, тем не менее, он помогает поднять Тереберку и огромный толпу туристов, замгубернатора. Как раз рассказывал о том, что ему этот фильм не очень понравился поначалу, но когда вдруг оказался положительный социальный эффект, очень велик, то уже отношение изменилось. Эффект случайный, но почему бы к нему не подводить, рассуждали на заседании в рамках Шукшинского кинофестиваля. Здесь говорили о будущем не столичного кино. Качество и количество отечественных фильмов. Этот вопрос обострился после введения санкций. Эксперты понимают, что одной Москвой дыры не заткнуть, да и незачем. В разных территориях страны можно создавать качественные самобытные картины. Вопрос, как? Спасибо огромное региону. На первом этапе самая минимальная поддержка на аренду аппаратуры была. Региональное кино возможно существование с помощью местного сообщества предпринимателей. Правильно подготовить документы на грант или госфинансирование могут не все, а критерии госзаказов не конкретны. Региональные кинопроизводители не умеют общаться с продюсерами. Сдвинуть с мертвой точки развитие киноиндустрии должны специальные кинокомиссии. В некоторых регионах они уже есть, Алтай на очереди. Эта организация привлекает в регионы крупные кинокомпании, помогает создателям фильмов с логистикой и в переговорах с властями. Но что уже точно, через пару месяцев в Москве должны презентовать проект калькулятора. Посредством калькулятора просчитать, где наиболее оптимально, с учетом локации, с учетом взаимодействия с местными властями, наиболее оптимально найти цену решения своего продюсерского проекта. Столичные кинотеатры, а все-таки мы все прекрасно знаем, что руководители сидят в Москве и в других регионах, они пускают наши картины. Возможно, стоит пересмотреть и объем локального контента в мультиплексах. По словам экспертов, Нетфликсом, сервисом по прокату кино доказано, региональные картины весьма востребованы зрителями. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.